Меня зовут Владимир Елистратов, ник на форуме в ОСМ и на китхарме ВОП 2В, 2О, 2В. Я хотел бы поговорить о том, как прийти к 3D через ОСМ и Blender. Что такое Blender, если кто не знает, я потом позже расскажу. И что я вообще понимаю о 3D. Скажу сразу, что для меня 3D это не то, что вы видите на рисунке. Многие на форуме ОСМ увлекаются подобным маппиком. Рисуют такие кубики, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем это делать. Это довольно выглядит неправдиво. Ну вот еще пример в той же области тоже кубики. И довольно много людей на форуме обсуждают это, как эти кубики правильно замапить. Даже была тема цветной ОСМ, как кубики раскрасить. В связи с этим у меня даже возникла такая идея. Для тех, кто любит цветной ОСМ. Каждый год можно раскрашивать леса и отдельно сдающие деревья. Даже 2 раза в год. Летом раскрашивают зеленый, зимой раскрашивают белый, осенью красно-желтый, ну и весной серый. Зачем это делать руками? Руками интереснее. Руками интереснее, да. Нечестно. Листочки отмечайте. Нет, только руками. Нет, руками надо листочки отмечать. Главное, чтобы на эту деятельность была подпись главного врача. Хорошо. Под 3D все же я понимаю не это, а, по крайней мере, запрошение, которое выглядит близко к тому, как выглядит объект на самом деле. Спасибо. Лет 10 назад я наткнулся на схемы различных городов в Беларуси, выполненные Углоном Атальяна. Поскольку я знаю, это выпускник Московской университетной картографии. Вот так уйдет. Он работал сначала в Белиссе, потом переехал на родину. И в начале 90-х переехал в Минск, где по заказу различных издательств создавал подобные схемы. Практически все города Беларуси, где есть, там, что посмотреть, то, что за туристов он сделал. Варшава, Львов, Алматы, Астана. Это много еще он делал. И с тех пор, как я увидел такую схему, у меня сидит в голове, как это сделать автоматизировано. Он все это делает карандашом, насколько я представляю. Ходит фотографировал, потом несколько месяцев рисует карандашом. Но здесь идет речь о статической картинке, это не интерактивной. Второй интересный пример – это карта центра Эрикьявика. Здесь идет речь о браузерной карте, адрес там наверху, если кому интересно, можете посмотреть. Все это работает под управлением Framework of Open Layers. Тут даже ставят маркеры, если видите, там магазины указаны, достопримечательности и так далее. Можно масштабировать все это. Причем эта вещь достаточно такая уже известная. Еще в начале 19 века в Америке, практически там во всех штатах, считалось престижным заказать подобную карту с высоты птичьего полета. Вы видите, представлен сайт Бернса. iViews.org Где собраны несколько сотен подобных карт. Конца 19 века, начало 20 века. Эти карты выполнялись Кардашом, Акварелью. И вот в разделе этого сайта «Биография авторов», там перечислены сами авторы, которые это делали там. Есть отдельные картографы, которые за свою карьеру сделали сотни таких карт, то есть сотни городов. Следующий пример, что для меня 3D, это так называемые карты размерности 2,5. Здесь мы имеем обычную карту, скажем, проекции биокатора, исторического биокатора, и поверх нее накладываются трюкмерные модели зданий в косой проекции. То есть, если обычный был мат, мы здесь имели контур здания, но здесь больше наглядности и больше привлекательности дают модели в косой проекции. Ну и, наконец, упомяну об интерактивном 3D и, в первую очередь, в браузере. Здесь я упоминаю несколько популярных фреймбоков. Это, в первую очередь, фреймбок 3.js. Все эти фреймбоки, они сделаны на основе в NGL. Потом Microsoft недавно представила, не так давно представила фреймбок Babylon.js. И в глубину также пару фреймбоков, которые дают возможность работать с виртуальным земным шаром. Это OpenWebGlobe и Celsium. Ну и, наконец, с основником стоит Google «Понета Земля», где тоже можно видеть реалистическое представление объектов. Возникает вопрос, как и чем это рисовать. Я, в первую очередь, буду рассматривать, как создать такую статистическую картинку, поскольку, мне кажется, такой статистической картинке, по крайней мере, в туристических приложениях вполне достаточно. Либо можно создать такие картинки с разных углов зрения, допустим, с севера, с запада, с юга, с востока или еще там добавить, с севера, востока и так далее. А интерактивная, мне кажется, задача, ну, по крайней мере, для меня не первоочередная. Итак, вопрос, как и чем это сделать? Итак, вопрос, точнее, ответ – это платформа Flander. Это именно платформа, то есть не отдельная программа, она может много чего делать. Это интерактивный редактор другмерных объектов, который позволяет создавать сами объекты, присваивать им свойства, как они будут выглядеть, задавать расположение источников света и так далее. И это же платформа позволяет отрисовывать трехмерные объекты, используя фотоэреалистичный метод отрисовки. Эта же платформа позволяет отрисовывать, используя не фотоэреалистичный метод отрисовки, там, применяем shine, с частью отрисовки, как, например, съесть, какими штрихами. То есть мы брали трёхмерную модель беседки и применяли к ней специально подобранный способ отрисовки такими штрихами. И вот ещё пример. Трёхмерная модель рыбы, и она отрисована имитацией карандаша, имитацией отрисовки карандаша. Ну, и рассмотрим пример, как всё это делать. Люди, которые хорошо рисуют, могут создавать трёхмерные модели просто по памяти. У них там, я думаю, что хорошо развит глазомер, они всё это могут создать по памяти. К сожалению, талант художника в обмене развит, и мне необходима фотография, чтобы создать трёхмерную модель. Задача стоит по одной, может быть, двум фотографиям, а то есть сделать трёхмерную модель объекта, здания или чё-то ещё. В Blender нет встроенной модели, нет встроенной возможности восстанавливать параметры камеры, фокусное расстояние и положение камеры. Но Blender позволяет ко всем своим возможностям обращаться через питом, через язык проявленный питом. Ну, нашёлся добрый человек, который создал плагин, который позволяет... Да, именно так. Именно так. Я вот тоже аплодировал, и сейчас готов ему аплодировать. Нашёлся добрый человек, который написал этот плагин, разобрался от математики, она не такая уж простая там. И этот плагин позволяет воссоздать параметры камеры, фокусное расстояние и положение камеры. Для этого нужно сделать вот что. Выделить две плоскости периметикулярной и горизонтальной плоскости. Соответственно, одна плоскость, она будет соответствовать плоскости... Ну, в одной плоскости будет лежать у нас X, ось, в другой плоскости будет лежать ось Y. Для этого мы должны выделить линии, параллельные соответственно оси X и Y. Найти эти линии, ну, довольно несложно их найти. Если это кирпичное здание, если кирпичная кладка, то, как правило, кирпичи идут, они... Они идут параллельно горизонтальной плоскости. Эти линии я выделил, нажимаю волшебную кнопочку. Калибре, там, актив камера и параметры камеры реконструируются. Параметры камеры реконструируются и мы можем рисовать буквально по фотографии. Ставим начальную точку, там, один кружочек, как вы видите. Кружочек, это начальная точка, он стоит на ребре. Блендер предоставляет специальные возможности, которые позволяют придерживаться осей координат. То есть проводить линии параллельной оси X и проводить линии параллельной оси Y. И легко создавать прямоугольники. Например, в джосме, в стандартном джосме такой возможности нет. Ну и мы создаем некоторый начальный куб нашей трехмерной модели. И тут возникает такой вопрос. Как быть с единицами? Здесь единицы произвольные. Поскольку информация о единицах измерения не содержится в фотографии. Здесь, ну опять же, если у кого раз это хорошо глазомер, можно так посмотреть и прикинуть, сколько там равна длина и ширина здания. Опять же, я таким талантом обделен, я бы предпочел какие-то точные вещи. И здесь на помощь приходит нам ОСМ. Идея такая. Мы импортируем соответствующие здания из ОСМ и находим соответствующие ребра. И дальше говорим, что такое-то ребро в нашей модели, оно соответствует такому-то ребру в ОСМ. И необходимо выполнить операцию масштаберной, чтобы наше здание приняло корректный размер. Вот я дальше уже написал некоторые специальные плагины, которые импортируют в ОСМ-файл. И вот здесь я выбрал специальную выруску из OpenStreetMap, которая содержит только те модели, которые мне нужны. По сути дела, здесь два здания. Это церковь, она по центру, и наша модель, она находится по адресу Благовещенская улица 6, которая здесь в списке есть. Соответственно, наше ребро, оно вот. Итак, мы выделяем это ребро. Вот здесь оно, видите, оно белое. Говорим, что это целевое ребро, нажимаем на дно в хох. И выделяем ребро в нашей модели, которая соответствует ребру из ОСМ. И говорим, что выполните операцию масштабирования, чтобы наша модель приняла корректный размер. Что им происходит? При этом операция масштабирования, она происходит относительно к камере. Мы можем дальше себе спокойно продолжать рисовать модель поверх фотографии. При этом будет корректный размер у всех элементов нашей модели. Ну, вот здесь видите, я там дорисовал крышу, окна и так далее. Дальше возникает, допустим, модель мы создали. Может быть, даже и задание характеристики того, как это будет модель выглядеть в ряд отрисовки. Создание текстуры, характеристики, материалов и так далее. Возникает вопрос, а нужно все это свести вместе для того, чтобы получить те красивые картинки, которые я вам показывал, подобно этим картинкам. Это, может быть, картинка с высоты птичьего полета, это, может быть, карта размерности 2,5. Это, может быть, наконец, интерактивное приложение на основе одного из WMGL-трейнбоков. Как все это свести, чтобы все наши здания, выполненные таким способом, стали в нужном месте? Здесь на помощь снова приходит ломбос-стритмэр. В оранжевом выделена наша модель, крыша, это вид сверху. Эта модель находится поверх импортированного ОСМ. То есть, понятно, что задача оттащить, поставить нашу модель, которая сейчас находится в нулевой точке, в начале координат. Ее нужно поставить сюда и повернуть. И эту информацию сохранить, чтобы потом, когда все это будет интегрировано, каждая модель стала в нужном месте. Вот такая техническая подробность. Я использую трансверсивный меркатер при импортировании его в ОСМ файлы. При этом, как известно, статистически меркатер имеет искажения. Чем дальше от экватора, тем больше становится реальный размер объекта. Изменяется как единица зеленая на кость, но с долгоды. Соответственно, на северном полюсе объект будет очень-очень большим. А трансверсивный меркатер не обладает таким недостатком при условии, что... Ну, кто знает свой 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 трансверсивный меркатер, я напомню, что я имею в виду. Там есть меридиан, вблизи которого искажения минимальны. Вот я использую меридиан для того, чтобы импортировать без искажений OpenStructMap. Итак, импортировав, я сохраняю, я знаю, какая координата у нас находится... Какой координате соответствует начало координат. Какой широте и долготе соответствует начало координат. И если мы переместим наш объект в правильное место, мы можем легко вычислить его реальную широту и долготу. И потом эту широту и долготу записать к этому объекту. И что я и делаю? Соответственно, подвинул объект, повернул его, чтобы он принял правильное положение. Далее, опять же, я написал плагин, который выполняет геопривязку. Нажимаю кнопку «Выполнить геопривязку». И для нашей модели геопривязка записывается в качестве кастом параметров. Вот они здесь в правом нижнем углу. Широта, долгота и азимул модели. Они записываются в файл качестве кастом параметров. И дальше при интеграции модель встанет в нужном месте, в нужной ориентации, с правильным азимулом. Дальше, наверное, вы ожидаете каких-то красивых картинок. К сожалению, красивых картинок своих я пока не покажу. Продолжение следует. Приходите там в последующую конференцию. Там, может быть, это будет и не в России. Там, как известно, будет конференция в Европе, в Германии. Ну и в России тоже с удовольствием расскажу. Тут дальше остается довольно много проблем. Тут нужно решить, допустим, как быть с рельефом данным. Сейчас я тоже про них надвигаюсь. Я буду импортировать данные СРТМ. Как поставить каждый объект на рельеф, чтобы он там правильно, хорошо вписался. Как быть с растительностью, с лесами и так далее. В общем, довольно много проблем, еще прежде чем мы придем к таким красивым картинкам. Ну, отдельно я упомяну вот о такой задаче. Допустим, мы отрисовали вид птичьего полета. Ну, хотелось бы, чтобы это, тем не менее, были элементы интерактивности. Чтобы здесь можно было рисовать линии, ставить маркеры и так далее. Вот и ставилась задача, как их рисовать путь здесь. Как видите, некоторые объекты могут загораживать путь. Там, допустим, стоит, есть колокольни или просто здание. Они этот путь загораживают. Но тем не менее, надо как нарисовать. Вот такая задача стоит. Ну, пока конкретного ответа по этой задаче нет. Может быть, имеется в виду, отрисовать все сегменты и, используя пиксельные операции в браузере, выводить нужные сегменты, зависит от пути. Что-то в таком итоге. Может быть, у вас есть идея? Рисовать прозрачную фрахту, прозрачную, дверь с одного. И потом рисуют путь, а потом накладывают прахту. Эти экономики. А как быть с тем, что здесь колокольня загораживает путь? Колокольня прозрачная. Отспортирую вот эту картину как ПМВ. Как ПМВ. Ну, можно прообсудить. Потом я просто скажу, что вот такая задача есть. И вот какого-то еще будет. Смотри, как навигатор ее решает. Я думаю, что имеет смысл обсудить отдельно. Вот на сегодня все, что я хотел пока рассказать. Спасибо за внимание. Ты видел? Киртаун, по-моему, называется. Киртаун. Ребята, которые тем самым занимаются. Ты видел такой штуку? Видели? Нет? Нет. Нет. Вот здесь не берешь. Они делают то ли Кембридж, то ли Лобсфорд, но они наши. И они еще просто поделят за Сан-Франциско. Да, да. Они, конечно, по-моему, тоже сами. Да, да, да. Они тоже учатся в Сан-Графе. Есть еще проект, но все не знают, как сейчас. Пять лет назад он активно занимался. Там на базе Сан-Графа есть такие вот ресурсы. Знаю. Например, да. Они делали вот средства для визуализации таких вещей, но, может быть, менее красивых виртуных террений делал ссор. Знаю. Это, кстати, один человек, скорее, а не... Да, но это бендиск, а он сейчас... Да, 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 да. Я уже так говорила, что перебисывался. Но я бы тоже на базе него делал. Я отказался, потому что, ну, блендер – это что-то невероятное. Такая серьезная платформа. Там столько всего есть. Я прикоснулся только к решению айсбурга. Там есть анимация, чего только нет. Сейчас глобальная тенденция, я вижу, что как-то автоматизировать процесс. То есть, может быть, модели такие, это очень красиво, очень хорошо, но это очень долго. То есть, каждый дом создавать так, да, очень большое время. Вот я так знаю, сейчас Microsoft в этом направлении идет, Apple. То есть, они вас создают, я так понимаю, другими технологиями, натягивая космоснимки, да, электрические. У нас показано, они снимаются из жабли. Ну, да, да. То есть, с точки зрения Бердсвью получается очень красиво. Если, конечно, приближаться, то без модели не обойтись. Я упоминал имя картографа, который делает подобные схемы. В одной статье я прочитал, что он делал такую схему Еревана. У него на это ушло где-то 9 месяцев. Причем это делало все в карташе. Включая выезд на местность. Проблема-то еще, что ты делал с высотными зданиями? Или с объектами, которые невозможно так сфотографировать? А что, если нам, например, сильная растительность? То есть, как сделать красивую модель? Достаточно придаем. Для чего? Для зданий? Да, да, да. Ну, то есть, я как понимаю, модель восстанавливается по снимкам, а потом текстурируется по фотографии. Модель, да, по фотографии. Если на фотографии будет придумано дерево, то оно помешает. Ну, здесь, как раз, преимущество человека по сравнению с разными автоматическими методами, что он может домыслить, что там за дерево. Если не домыслить, то придумать, что там за дерево. А для автоматических алгоритмов дерево – это уже серьезное препятствие. Можно с пяти ракурсов, и не в каждом ракурсе это дерево будет на том месте. Ну, они так и делают, да. Нокия, да, подобные снимки, подобные сервисы. Спережавли снимали, там, Хелесинки, еще как города, Скандинавия. С разных ракурсов с эмали, и используя алгоритмы фотограмметрии, восстанавливая сетку, не отдельной модели, а именно, восстанавливается сетка, у нее натереться текстура. Ну, этот способ, в том числе, в том числе, он имеет и недостатки. Когда хотелось бы иметь отдельную модель, хрущевки, ну, хрущевки – это самое простое, что есть. Их особо это и моделировать не нужно. Одно составы с маленькими вариациями нужно использовать. Продолжение следует...